Итак, тема сегодняшней лекции, первая часть, по крайней мере, основные свойства уравнений нашей лекции. Мы начнем с того, что у нас на любой фронтовой системе по одному из первых постелатур или ксиломер, который мы когда-то перечисляли. Каждое состояние нашей системы является вектором гибридного инфраструктуры, и мы обычно назначаем эти вектора с помощью соответствующего кет-вектора, ну и соответствующего брата, и так далее. Ну, как мы знаем, работать с этими абстрактными векторами очень, как правило, многиммерно в гибридном инфраструктуре затруднительно. Для того, чтобы что-то вычислить, с чем-то оперировать, с операционалисткой точки зрения, нам бы хотелось иметь дело с функциями. Такими обычными функциями, которые там являются аргументами, от чего-то и так далее. Поэтому нам бы хотелось перейти от этого многомерного гибридного пространства к пространству функций. Это делается следующим образом. Мы знаем, что любому такому гибридному пространству, связанному с физической системой, но если это не спиновая система, ее состояние вообще не является каким-нибудь конечным набором. А вот для обычной системы, для точки, для электронов, для частиц, есть такой базис, базис соответствующей координате. Мы уже его неоднократно вспоминали. Это собственный базис координаты. Я пока пишу одномерные формулы, но они, чтобы слишком конкретикой, двухмерной, не сопровождать изложения. И чтобы не случилось так, что мы за деревьями не увидим основного леса. Поэтому я несколько упрощаю изложения. Итак, у нас есть вот эта полнота этих состояний, координаты. И мы, пользуясь помощью этой полноты, наш вот этот абстрактный вектор. Всегда можем представить в виде линейного, разложения линейного в интеграл в данном случае, потому что координата это непрерывная вещь. Мы раскладываем ее вот по этим состояниям, в x. И здесь возникают вот такие функции. Вот этот вот уже абсолютный числовой кефицент, зависящий от x. Мы обозначаем эту штукку в x и дальше все время будем называть это волновой функцией в состоянии. Которая, в принципе, может зависеть от времени, но это я пока не обозначаю. Волновая функция состояния. Какой смысл в этой волновой функции? Если вспомнить пятый или четвертый пункт аксиом или основных правил квантовой механики, то мы знаем, что если у нас есть оператор f какой-нибудь, и мы по собственным функциям этого абстрактного оператора f раскладываем произвольное состояние, то я отпишу условную сумму, хотя она может быть и интегралом, когда надо. Это сейчас не очень важно. И вот мы раскладываем наше состояние произвольное по собственным функциям оператора f, тогда согласно главным правилам какой-то там аксиомии четвертый или пятый по счету, вот если мы прибором меряем величину f, то вероятность измерить величину конкретно f1 из этой суммы, для того, чтобы вероятность намерить f1, дается коэффициентом a f1 квадратик. Вот это вот вероятность. Точно так же и здесь. Если вот мы смотрим на наше состояние, и пусть наш прибор пытается померить координату частицы, так вот он устроен, то тогда, согласно вот этим основным правилам, значит, мы конкретную координату x померяем с вероятностью, которая является квадратом модуля этого коэффициента. А квадрат модуля – это и есть квадрат модуля волновой функции. Поэтому главный смысл физической волновой функции – это то, что вот это выражение, квадрат модуля волновой функции, это и есть вероятность измерить значение x координата частицы. Тут дело осложняется некоторой математикой, поскольку x – непрерывная вещь, а не дискретная, то поэтому просто о вероятности говорить затруднительно, и надо говорить о плотности вероятности. То есть математически тхаряйтинно будет домножить вот это вот на дифференциал dx, и тогда вот эта вот штуковина, вот этот gpx, она тоже бесконечно малая, она будет вероятность померить частицу вот в интервальчике от x до x плюс dx. Таким образом, psi от x, вот из-за непрерывности координаты x, она является на самом деле не вероятностью, а то, что в математике называется плотностью вероятности. Таким образом, плотность вероятности померить координату в точке x или, по-другому говоря, вероятность померить координату в интервале dx подается вот этим выражением. Но поскольку вероятность должна быть нормирована согласно общим правилам теории вероятности, то есть полная вероятность события где-либо эту частицу найти, она является, вообще говоря, достоверным, иначе у нас просто система не содержала бы объекта. По этой причине волновые функции, состояние, находящееся в этом гидбертном пространстве, они должны быть нормированы. Интеграл от квадрата модуля волновой функции по всей той области, в которой частица может находиться, если нет никаких ограничений, значит, на оси или в трехмерном пространстве, а если есть какие-нибудь особые условия, не позволяющиеся частиц куда-то проникнуть никогда, то только по той области, где она может быть. И вот эта штука, она должна быть единицей. Это есть прямое следствие нормируемости вот этого вектора. Если вектор сам сей нормировал, то есть он соответствует определенному состоянию, то тогда есть такое равенство кроссивали, в математике вы, наверное, с ним сталкивались, когда вы раскладываете... Вообще, вот это разложение, это общий случай, или, наверное, некоторый своеобразный случай разложения Фурье, только не по космусам, а вот по этому байдису. В случае разложения Фурье известно, что если сама функция нормируема, то есть я ее сыграл, то сумма коэффициентов тоже дает следующую единицу. Ну вот мы видим вот это влащение. Каким образом мы вкратце обсудили, тут есть тонкости, связанные с ненормируемыми состояниями и так далее. Мы к ним вернемся чуть попозже, но в целом надо себе представлять, что обычно волновая функция это функция комплексно-значная от координат той области, где может делиться частица. Смысл ее состоит в том, что квадрат нодуля описывает плотность вероятности найти частицу данной точки, и при этом она должна быть нормальной. Другое дело, что могут быть такие состояния, не являющиеся на самом деле состояниями видов этого пространства, которые ненормируемы. Но, как я уже говорил в прошлый раз, они не соответствуют никакому физическому состоянию, потому что у нас не бывает электронов, которые распространены на всю Вселенную. То есть бесконечность у нас всегда физическая, мы с физиками делаем. И поэтому вот эти ненормируемые состояния, типа плоские волны или еще что-то, они просто являются удобными объектами для математического оперирования. И их эти свойства, то, что они не являются на самом деле, не лежат в библиотном пространстве, мы как физики в нужном месте легко обойдем, понимая под этим, что на самом деле частица не занимает всего пространство на свете. Она локализована в некоторой области. Просто эта область очень большая по сравнению с нашими характерными задачами. Мы условно можем считать ее там ненамерно. Но это, в общем, пока можно на это не обращать внимания. Теперь перейдем к уравнению Шрёдингера. В этом контексте уравнение Шрёдингера возникает из последнего постулата нашей квантовой механики. Это состоит в том, что революция гильбертового вектора всегда осуществляется некоторым выделенным оператором, который является оператором энергии системы. И этот оператор энергии, он задает... Я тут забыл. Точку не ставить. Ну или лучше стереть и подстать производную по времени. Без точек пока пойдемся. Вот. То есть, вот и есть временное фундаментальное уравнение. Естественно, не очень понятно, как работать с этими абстрактными операторами. И хотелось бы перейти к значит, в волновом функции. Ну для этого мы берем это наше уравнение. Слева умножаем на х. На какой-то скалярма. И получаем сразу, что здесь у нас будет dp dx лобовая функция. Я пользуюсь вот сразу же вот этим важным обозначением. Но она зависит от времени, раз мы ее дифференцируем. То есть, этот вектор, он зависит от времени. То есть, мы его эволюцию со временем. Поэтому лобовая функция начинает зависеть от времени. Я буду, как правило, временной аргумент впереди писать, а потом уже координаты. Хотя это не имеет большого значения. Вот. А здесь, значит, нам нужно разобраться вот с этой вот комбинацией, которая возникает. H, оператор гометтона, на Пси. Ну, значит, разбираться с этим нужно, конечно, не в общем случае, а как-то конкретизировать гометтениан. Гометтенианы бывают разные. Релитийские частицы одним гометтенианом описываются. Спин описывается совсем другим гометтенианом. Если мы сосредоточим внимание только на спировых степенях свободы частицы. С этим мы столкнемся потом, попозже. Значит, а если мы возьмем все-таки банальную частицу, движущуюся в пространстве, но в данном случае в одномерной, и я вот не конкретизирую пока, не рассматриваю этот вектор, а просто, то тогда наш гометтениан, как учит теоретическая механика, это есть кинетическая энергия, которая пропорциональна квадрату импульса. Это оператор кинетической энергии частицы и оператор потенциальной энергии частицы. Где вот здесь вместо соответствующих импульсов и координат в обычной классической механике поставлены операторы. Ну, как мы знаем. И теперь у нас возникла, значит, возникнет проблема вот конкретизировать это выражение, пользуясь тем, что с линейностью вот этой скобки мы можем написать отдельное, значит, мы имеем плюс... Ну, а дальше все, собственно, все просто. Мы на самом деле знаем, как оператор импульса действует на координату. Вот, помните, мы выводили и всячески обсуждали, что оператор импульса вот эта вот, вот такая штука, вот такая штука, она есть не что иное, как минус и h d по dx на, соответственно, xπ. Таково действие оператора на волновую функцию координатную в координатном представлении. Соответственно, если мы возьмем p квадрат, то точно так же мы получим двукратное действие вот этого дифференцирования с минус и h на функцию. То есть мы получим минус, это квадрат мимо единицы h квадрат d по dx квадрат дважды x на psi. Вот. Таким образом, мы знаем, как действует генетическая, оператор генетической энергии на волновую функцию. А именно, мы получаем здесь слагаемое минус h квадрат на 2m d2 на x дважды на psi что же касается второго слагаемого, то оно совсем простое. Можно сказать, что оператор у от x эрмитов, поэтому ему можно как в эту сторону действовать, так и в эту. В эту, когда он действует, он просто вместо себя выдает функцию у от x, где просто стоит число. Эта функция выносится за скобку, и поэтому второе слагаемое, я с вашего позволения перепишу, будет просто у от x на psi от x. Таким образом, собирая все вместе, вот здесь вот, мы получаем уравнение Шриддингера в таком виде. И ах в курии, значит, равняется минус минус ах квадрат 0,2 м d2 в курии в курии в курии дважды и плюс у от x в курии ну, идут, соответственно, аргументы нужно написать для полной красоты. И вот мы получили уравнение Швёдингера временное в самом таком виде. Я для простоты изложения использовал только одну координату x, но мне не хочется сейчас выводить изложение в обсуждение, что такое x, y, z. Вот что Дмитрий Львович начнёт вам рассказывать, что это тензорное произведение пространства одномерных и всё такое. В общем, я сейчас в эту мистерию погружаться не хочу, а скажу только, что вот в трёхмерном пространстве всё буквально то же самое, что тут написано, только надо под x понимать вектор, состоящий из компонента x, y, z. Ну и, соответственно, у нас возникнут компоненты импульса по x, по y, z. И вот, соответственно, вот здесь у нас будет половая функция x, y, z по модулю в квадрате. Это квадрат, это вероятность, плотность вероятности найти частицу в элементе объёма пространства с координатой x, y, z. Вот. А уравнение, примерно такой же вывод, технически почти ничем не отличается. Соответствующее уравнение, я напишу сверху, трёхмерное уже. Таким образом, уравнение движения квантовой частицы в трёхмерном пространстве в потенциале у x, y, z будет выглядеть следующим образом. Значит, временное слагаемое здесь, значит, x, y, z, 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 z. Я специально, нарочно, слегка, один раз пишу страшно подробно. Хотя, понятное дело, что это оператор Лапласа, можно было сократить. И вот он действует на валовую функцию. То есть я не стал оператору в валовую функцию писать каждое слагаемое оператора. Вот оно, временное уравнение Шридингера в трёхмерном случае. В одномерном нужно оставить только одну координату. Вы можете сказать, что мы живём в трёхмерном мире. Зачем нам одномерное уравнение? Но об этом мы попозже поговорим. О пользе одномерного уравнения по антимеханике и двумерного тоже. У них есть своя польза. Таким образом, вот эта вот одномерная версия, а эта общая версия. И для простоты вот эту штуку можно обозначить оператором Лапласа. Таким образом, это уравнение задаёт эволюцию валовой функции. Всё вот эту вот гильбертологию, я бы так это назвал, мы сотрём, и забудем про неё про страшный сон, и будем работать с уравнением Шридингера. Таким образом, нашим объектом становится волновая функция, смысл которой мы уже обсудили. Вот, я второй раз не буду. И вот это уравнение, вообще говоря, сложное, эволюция может быть весьма нефривиальной, но давайте сосредоточим наше внимание на тех функциях, которые особенные. Эти функции тоже пронизывают вот эту квантовую механику насквозь. Они являются собственными функциями оператора Гамильтона. То есть мы же помним, что правая часть вот этого уравнения, это и есть действие оператора Гамильтона на половую функцию. И вот давайте мы, то есть вот то, что написано с правой части, это вот что такое. Давайте мы посмотрим на те функции, которые являются собственными функциями оператора Гамильтона. То есть на них сосредоточимся. Такие функции, соответственно, будут устроены следующим образом. Значит, если в коабинатах написать, они будут удовлетворять вот такому уравнению, которое называется нестационарным уравнением Шерлингера. Я оператор Лаплас, в данном случае, чтобы не писать такую букву, напишу в простом виде. Вот, соответственно, нестационарное уравнение, то есть стационарное уравнение Шерлингера, и я еще не стал писать координаты волновой функции, оно приобретет вот такую букву. Почему оно необычайно полезно в этой науке? А вот почему. Давайте посмотрим, как эволюционирует со временем волновая функция, которая является собственной функцией оператора Гамильтона. То есть она пусть удовлетворяет вот этому уравнению, но при этом еще остается волновой функцией, как функции времени и координат. Тогда мы можем, поскольку у нас есть такая, а E конкретное какое-то значение, поэтому в каком-то смысле тут надо приписать E. То есть мы взяли решение вот этого уравнения, и поэтому решение, его надо индивидуализировать с помощью энергии E, потому что именно при данной конкретной энергии E мы решили это уравнение. И тогда вот смотрим на верхнее уравнение. Из-за того, что правая часть превращается в Eπ, то верхнее уравнение принимает совсем простой вид. И мы его сразу же можем решить, правильно? Это очень простое дифференциальное уравнение. Его решение представимо в таком виде. dx, y, z. Можно написать минус E на h на t, вот такой множитель, который не зависит никак от координат. Он только от времени зависит. И здесь вот нужно другую функцию выбрать. В учебнике Ландау Лившиц вот это Пси большое, а вот это Пси маленькое. Я боюсь, моим почерком не сильно они различаются. И временно давайте, только временно обозначим вот эту волновую функцию. Потом я вернусь, я буду опять обозначать первичным образом вот эту функцию. Вот мы можем представить в общем виде решение вот этого уравнения вот в таком виде. Нетрудно убедиться, что это уравнение будет удовлетворяться, правильно? То есть вы дифференцируете по времени. Множитель минус и h сокращается с множителем и h. E выскакивает и с правой части E. А вот эта вот функция, мы ее освободили от обязанности нести зависимость от времени. И эта функция вот удовлетворяет просто вот этому уравнению. Но она тоже имеет индекс E. Она зависит только от координат в данном E. Времени тут уже никакого нету. И вот эта функция называется стационарным решением вот этого стационарного уравнения Шрединга. А общее решение отличается от него только вот этим множителем. Модуль которого, этого множителя, естественно равен единице при любом t. И в этом смысле вот эта эволюция, то есть изменением со временем вот этой волновой функции, она является наиболее простой. То есть ваша волновая функция просто умножается на фазовый множитель. Крутится, так сказать, в каком-то смысле фазовый. Фазовый ней нарастет. И, значит, естественно, плотность вероятности вот этой стационарной волновой функции, она потому так и называется, плотность вероятности. Она константа во времени. То есть состояния, являющиеся собственными состояниями энергии, Лементоньяна, описывают такие состояния, которые существенным образом во времени не эволюционируют. Они эволюционируют, но вот таким простым способом. А вероятности, распределение вероятности в пространстве стационарным, оказывается, именно вот эти состояния, как правило, и реализуются. То есть вот вы атом водорода берете, он наверняка на 99% находится в стационарном состоянии. А если он в нем не находится, то он скоро придет в стационарное состояние. И так далее. То есть стационарное состояние образует природу такой естественный базис, когда все равно, что в классической механике состояние, при котором у вас ничего не движется, и вы можете изучить. То есть это наиболее простые состояния, и поэтому они очень важны, поскольку они складывают основу для понимания физики, квантовой физики того или иного объекта. Вот по этой-то причине я возвращаюсь сюда на место букву Пси, но она вот предполагается, что она является маленькой, в отличие от большой. Но на моем почерке это не очень видно. И эта Пси зависит теперь только от координат. То есть в дальнейшем мы будем изучать вот это стационарное уравнение Шридингера, в котором зависимость от времени устранена. Волновая функция зависит только от трех координат, как положено. И, значит, цель нашего изучения — это изучение свойств вот этой волновой функции и свойств множества тех Е, которые могут быть решением вот этого уравнения. Множество таких вот пар Е и Пси Е, которые являются решением вот этого уравнения. Важное, совершенно важный объект, а область оси Е, которые могут принимать значение вот эта буква, называется спектром. Спектром. Спектром.